Приветствую всех, ребята! С вами Саша Джаггернаут, и вот вышло мое полное видео по автопробегу Танки Онлайн, которое проходил в городе Уфа. И это видео, оно, знаете, для тех, кому лень смотреть часовую версию, и кто хочет получить всю информацию сразу. В общем, первое, что я вам хочу сказать. Привозили прототип Танки Юнити, то есть был мощный компьютер, там была только одна карта, вас посмок, ну, думаю, вы в видеоблоге все это видели. Сама графика, знаете, чем-то отдаленно напоминала Танки 2.0, то есть это получается уже как и прототип, то есть продолжение проекта, только уже на другом движке. Пообщался я также с разработчиком, то есть пока Максиму Кусаинову задавали вопросы, я в то время лично, тет-а-тет, общался с Колей. То есть это тот, кто все снимал, делает видеоблоги, вот, и задал ему пару вопросов про Юнити, которые меня интересуют. В общем, ребята, аккаунт придется регистрировать новый. Юнити может быть как в браузере, в браузере, так и заново качать какой-то клиент. То есть это, опять же, могут быть ваши телефоны, какие-то там планшеты, то есть теперь в Танки мы можем поиграть везде. То есть это сделали для чего? Максим сказал так. Вот, допустим, мы перенесем аккаунт с ваших старых танков, то есть генералиссимус на новый, и вас просто не будет интереса. Вы там поездите недельки-две, привыкнете ко всему, и все, у вас как бы никакого стремления не будет. Вот, а тут вы как бы заново набираете опыт, там качаете аккаунт свой, там донатите на пушки. Так же я спрашивал по поводу освещения, то есть будут ли включены там фары на этих танках Юнити. Скорее всего, возможно, но пока этого в разработке всего нет. То есть, по сути, там есть динамическое освещение от выстрелов, а вот от танка, от самого корпуса, это пока еще не предусмотрено. Так что будем ждать дальнейшего развития. Вот, что еще будет на Танке Юнити? Каких-то дополнений, то есть, допустим, на корпус поставить споулер, поставить какой-то бампер, ну, это уже что-то я в сферу НФС ухожу. В общем, ребята, такого не будет, то есть, какой-то визуальный геометрический тюнинг мы на танк сделать не сможем. Там будут добавлены лишь только наклейки, то есть, я не знаю, может там хиндить цифры или там животные, ну, то есть, танк помимо краски может еще и иметь какие-то наклейки. Ну, вот, ребята, про Юнити я вам рассказал, что лично было мне интересно. Хотелось бы вообще выразить большую благодарность Максиму и Коле, потому что вдвоем, то есть, реально их было двое, то есть, два разработчика на одной машине. То есть, она, машина была прокатная, Ford Fluence, что ли, какой-то, Focus, да, ну, почти. У них была прокатная машина, Ford Focus, на ней были наклейки по типу Hornet M3. Вот, и, в общем, организовать вдвоем такой праздник в совершенно неизвестных городах под открытым небом, ну, я думаю, это реально стоит уважения, потому что, как бы, не было никакой аппаратуры, кроме самого вот этого компьютера. И, как бы, народу реально, вот, допустим, вот у нас в Уфе собралось более двухсот человек, там, приходили и семьями, и мальчики, и девочки, там, и с мамами кто-то, маленькие дети приходили. Вот, в общем, было довольно, знаете, такое насыщенное мероприятие. И, опять же, еще раз хочу сказать, выразить большое уважение этим двум разработчикам, которые, как они сказали, проехали около трех тысяч километров. Мне, вот, допустим, надо было ехать до Уфы около двухсот километров туда и двухсот километров обратно, то есть, ну, четыреста километров в день. И я уже очень утомился и устал. А вы представьте, каково это приехать в чужой город, выспаться там, допустим, в номере, и идти, и, как бы, ну, там, выступать на сцене, как-то снимать видео. То есть, это реально очень сложно. В целом, само мероприятие проходило поэтапно, то есть, изначально они приехали, ну, там, дали какой-то инструктаж, что они сейчас будут делать. Вот, потому что, как бы, ну, там, во-первых, основной контингент были дети, вот, им как-то надо было сказать, чего ожидать. То есть, он рассказал про нынешние танки на флэше, то есть, какие изменения их ожидают. Вот, ну, а после чего, как бы, он рассказал, что там на юнити будет, и выслушивал вопросы. То есть, вопросов там было просто куча, там спрашивали про читеров, про бан-аккаунтов, в общем, там реально было столько, столько информации, нужной, ненужной. Там были и глупые вопросы, и какие-то более-менее такие открытые, актуальные. Вот, ну, и дальше после вопросов нам, ну, как бы, там, во время того, как задавали вопросы, там стоял компьютер, и любой желающий мог посидеть и погонять в танки. Я лично не катался, то есть, вы можете посмотреть это по полному видео, оно длится около часа. Я лишь снимал со стороны, спрашивал мнение ребят, кто играет, вот, ну, конечно же, многим нравится. Всегда какое-то, любое изменение, это круто, и это, ну, не может просто не нравиться. Вот, ну, как бы, сама картинка в танках, ну, лично мне понравилась, она стала более контрастной, иметь какие-то, стало более фотореалистичные текстуры, нежели сейчас нарисованные. Ну, и как вы могли заметить, я не мог не поучаствовать в конкурсах, у нас там в Уфе была сцена, то есть, Максим встал туда, там, ну, попросили убавить музыку, где там местные лавки мороженого были. Вот, музыку убавили, задавали вопросы, вот, и, получается, я ответил на один из них, там, какой клан занял четвертое место в LAN-фестивале, не фестивале, а в LAN-турнире, вот, у меня уже слова путаются. Я сказал, can't stop, и все, вот, пожалуйста, футболочка, ну, там можно было что-то брать на выбор, либо металлическую кружку, либо футболку. Ну, я как на память выбрал футболку, тем более серый цвет мне нравится, но я думаю, вы понимаете, почему еще. Вот, ну, и, как бы, мне также подарили автонаклейку, меня даже как-то сняли, возможно, возможно, меня Коля снял на видеоблог, мою машину, потому что у меня там сзади тоже была наклеечка, но она сейчас есть с моим ником, где на буковке Е стоит Дикареля. Ну, может, это сразу так и не понять, но это она, то есть, когда еще года два назад я делал себе этот логотип, я именно ассоциировался на Дикареле. Вот, ну, а в целом, если вы хотите какую-то получить более доскональную информацию, более такую насыщенную инфу, посмотреть, сколько там народу было, можете кликнуть вот тут, будет ссылочка, короче. И что вообще еще хотелось сказать. Много кто вот из ребят знают мой ник, то есть, а некоторые не знают, как я выгляжу, то есть, стоит, стоят два маленьких мальчика и спрашивают, типа, а что с ним все фоткаются. Вот, и мы ему тут сказали, ты что, это же Джиггернаут, летсплейщик, ну, это мое старое криминальное прошлое. И вот они такие, да ладно, Джиггернаут. Вот, и получается, то есть, как бы, идет расширение какой-то публики. Несмотря на то, что мероприятие было под открытым воздухом и не имело какой-то такой официальный характер, то есть, опять же, повторюсь, его организовали два человека. Вот, и как бы все равно народ шел, было и среди моих подписчиков много человек, то есть, всего пришло, ну, больше двухсот человек, со мной примерно перефоткались, я так считал, там, на айхоне фотки, которые были около сорока, то есть, абсолютно разных людей. Это я еще не считаю того, что кто-то фотографировался на свой фотоаппарат, на свой телефон, то есть, чтобы я постоянно там в карман не лазил, не доставал. Вот, ну, в целом, что хочу, ребята, сказать, побольше бы таких мероприятий, а следующая встреча танков онлайн, как мне сказал Коля, это тот, кто делает видеоблоги. Вот, скорее всего, состоится в августе на каком-то открытом, может быть, игромире, я не знаю, как это просто мероприятие называется, то есть, ну, там, какие-то презентации игр делают, в общем, там будет и турнир, этот LAN-турнир, вот так вот. Какие-то будут разыгрываться призы, соревнования, ну, вот, в общем, думаю, там увидимся, потому что я еду в Москву, а кто хочет как-то встретиться, увидеться, там, может, тоже уже заказывать билеты, вот. Ну, а с вами был Саша Джаггернал.